Гость в студии Гость в студии В любой ситуации нужно сохранять спокойствие и выполнять все требования, предписанные правилами дорожного движения. Необходимо, сразу это такое противоречие уберем, по требованию сотрудника полиции необходимо передать ему соответствующие документы. Полис ОСАГО входит в их число, даже при учете того, что сейчас есть возможность обладать электронным полисом ОСАГО, распечатать его необходимо. Чтобы не осложнять себе жизнь, имейте его с собой. Если, сразу перейдем к проблемным вопросам, если вам кажется, что требования сотрудника полиции чрезмерные, то есть сотрудник полиции нарушает ваши права, я советую сразу начинать производить фото-видеосъемку данного процесса. Это успокаивает все стороны и позволяет избежать каких-то инцидентов. Если же, какие основные проблемы с инспектором ГИБДД могут быть на трассе? Это два таких больших комплекса, мы с ними сталкиваемся очень часто. Это подписание протокола за серьезное нарушение, например, отказ от медицинского освидетельствования или за выезд на полосу встречного движения. Оба этих правонарушения предусматривают лишение права управления под видом какого-то менее серьезного протокола. То есть вам сообщили, что, например, вы не пропустили пешехода, а вместо этого дали вам на подпись протокол об отказе от медосвидетельствования. То есть нужно внимательно читать, что происходит, как и при подписании любого рода документов. Да, обязательно. И кроме того, ни при каких обстоятельствах, что бы ни происходило, не отказывайтесь от медицинского освидетельствования. Зачастую этим пользуются вот именно как раз инспектора ГИБДД, видя, что автомобиль транзитно ездит там вместо отдыха, понимая, что автомобилист торопится, автомобилисту не хочется на несколько часов задерживаться. И ему предлагают, подпиши, а в ближайшем населенном пункте сдашь анализы и потом в суде скажешь о том, что ты трезв и ничего не нарушал. Категорически ни при каких обстоятельствах так не делайте. Отказ от медицинского освидетельствования это самостоятельное административное правонарушение, которое влечет штраф и лишение права управления до двух лет. Поэтому в любой ситуации, если ваше физическое здоровье идеально и нет оснований в себе сомневаться, всегда соглашайтесь. Требуйте от инспектора на видео, под снимаемое вами видео, указать причину, по которой он хочет направить вас на медицинское освидетельствование. Да, основания очень субъективные. Это там кожный покров, несвязанная речь и так далее. Все равно требуйте от инспектора повторить основания на видео и указывайте, что у вас здоровый цвет лица, что вы свободно разговариваете, что таких оснований нет. Два вопроса сразу возникает. Что если сотрудник ДПС против видеорегистрации, если так можно сказать? Это не имеет никакого значения, он находится при исполнении. Вы имеете право его снимать, все его действия. Кроме того, у вас есть еще одно дополнительное право. Вы имеете право потребовать его документы и, связавшись с местным главным управлением внутренних дел по соответствующему региону, выяснить, а данный инспектор действительно ли исполняет служебные обязанности именно на этом участке дороги. Для этого на борту каждого автомобиля имеется номер горячей линии, по которой можно позвонить. Ну и я вам советую, если телефонов нет и вы как-то растерялись, звоните в 112. Это возможность в любой точке России получить хотя бы какую-то помощь, то есть вас свяжут с дежурным по региону и вы можете в том числе попросить телефон дежурного прокурора. Этого инспектора ГИБДД тоже остерегаются, это заставит их действовать в рамках закона. В первую очередь не бойтесь, поймите, что инспектор ГИБДД должен вас защищать в первую очередь, это его основная задача. И относитесь, конечно же, к сотруднику полиции с уважением, то есть никаких таких моментов, как, что вы меня остановили в таком ключе, конечно, не нужно до тех пор, пока инспектор не переходит какие-то грани. Если вы считаете, что инспектор эту грань перешел, значит, просто включайте видео, предупредите инспектора о том, что ведется видеозапись, потому что вы хотите не поконфликтовать с ним, а решить вопрос максимально быстро. Если вы об этом инспектору сообщите, ну и еще и укажете на свое недовольство, почему вы считаете, что инспектор действует неправильно, вы быстрее придете к согласию и быстрее поедете дальше. А по поводу отказа медицинского освидетельствования, если, допустим, в машине, ну, путешествия, там, супруга, дети, их как? Их придется оставить в машине на трассе и ехать с сотрудниками правопорядка? Отлично, отлично, очень хороший вопрос. Это еще я забыл про это сказать. Инспекторы ГИБДД часто это используют как как раз довод, чтобы склонить автомобилиста подписать. Говорят, что сейчас мы машину задержим, поместим ее на штрафстоянку, детей с женой выгоним из машины. Такое бывало, нам поступали такие звонки. Это незаконно. Во-первых, когда вас останавливает инспектор ГИБДД, паркуйте свой автомобиль без нарушения правил дорожного движения. И да, в таком случае автомобиль с его пассажирами останется на трассе в этом месте, а вас доставят в медицинское учреждение. Но инспектор ГИБДД должен будет вернуть вас обратно. К сожалению, прямого указания на это в нормативных источниках нет, однако практик складывается таким образом, что эти требования признаются не чрезмерными. Требования автомобилиста вернуть его к его автомобилю не признаются чрезмерными. Поэтому, если вы не употребляли алкогольных или напитков, или каких-то наркотических веществ, тогда обязательно соглашайтесь, вы тоже должны понять, что инспектор ГИБДД не хочет тратить на вас там несколько часов. Если видит, что вы в себе уверены, опять же, если только вы с ним в личный конфликт не вступили, он просто не хочет вас наказать именно, ну вот, потратив ваше время. С этим, вроде как, немножко стало более понятно. А что, если на трассе случилось ДТП? Если на трассе случилось ДТП, опять же, не волнуйтесь, ничего в этом страшного нет. У вас есть три возможных варианта. Первый – это договорившись со вторым участником, составив просто документ, который фиксирует, что ДТП было, и вы договорились разъехаться. Это разрешено сейчас правилами дорожного движения. Без сотрудников ГИБДД. Вообще, даже не без сотрудников ГИБДД, без оформления. Вы просто пишете документ, что вы попали в ДТП, претензий у вас к друг другу нет, и, значит, ну, там, может быть, расплатились вы как-то на месте, и вы разъехались. И существует еще два варианта оформления ДТП. Это с участием сотрудников полиции и без участия сотрудников полиции. У нас, к сожалению, сегодня с вами очень мало времени, поэтому в пункте 2.6.1 все расписано очень подробно. Не забыть с собой взять книгу правил дорожного движения. У большинства из нас есть коммуникаторы, в которых есть бесплатные приложения, в которых есть правила дорожного движения, и вообще каждый водитель обязан правила дорожного движения знать. Поэтому выезжать на дорогу без этих знаний нельзя. Кроме того, ну, мы про это тоже и в эфире ННРадио уже очень много говорили, каждый автомобилист, мы сознательно разработали комплект экстренной юридической помощи, он бесплатно автомобилисту полагается, положите его в бардачок и надейтесь, что он вам никогда не пригодится. Но если, не дай бог, какая-то негативная ситуация случится, в том числе ДТП, там есть все подробные пошаговые инструкции. Ну, а если у участников дорожного движения есть разногласия, они вызывают сотрудников ГИБДД, составляется протокол? Не всегда, нет. На текущий момент, независимо от того, есть разногласия или нет, принимает решение о выезде инспектора ГИБДД на место дежурный по соответствующему региону. Поэтому, если есть какие-то разногласия и еще что-то, в первую очередь фиксируйте всеми доступными способами абсолютно все доказательства, которые могут быть. Следы торможения, разлет осколков. На трассе их очень быстро раскатают другие автомобили, поэтому, если нет пострадавших, значит, максимально быстро доставайте фото-видеокамеру, производите фотосъемку, видеозапись с больших дистанций, для того, чтобы было точно понятно, как стоят автомобили, и с близкого расстояния, чтобы было понятно сами следы на асфальте, например, следы на автомобилях. Еще очень ценный совет для каждого автомобилиста – обязательно фиксируйте на фото-видеосъемку повреждения каждого автомобиля. Мы с этим сталкиваемся очень часто, зачастую через год, через полтора всплывает, что повреждений было потом заявлено гораздо больше, а доказательств у вас никаких нет. Вы все помните, но доказать этого не можете. Все всегда фотографируйте и снимайте. Это убережет вас и ваше время, ну и самое главное – деньги. Ну и последний вопрос, который мы коротко разберем. Если, допустим, вы попали в ДТП, и учерб заметен, вас же будут останавливать на каждом посту. Что в этом случае делать? Как объяснять сотрудникам ГИБДД, что случилось, и как себя, может быть, обезопасить от этого? Опять же, не волноваться. Пункт 261 позволяет вам разъехаться с места ДТП. Это действительно важно. Это ключ к максимально быстрому и спокойному решению ситуации. Это критерий, по которому инспектор ГИБДД определяет, а стоит ли с вами общаться дальше. Если вы спокойно и уверены в себе, значит, у вас все хорошо, значит, наверное, вы ничего не нарушали. Либо у вас железные нервы. На текущий момент вы имеете право не оформлять свои ДТП. Поэтому достаточно будет вот того документа, который вы составили со вторым участником, о том, что вы претензий к друг другу не имеете. Но вообще это не основание. Инспектор ничего вам предъявить за ваше повреждение не может. Если у инспектора есть разнарядка, что именно такой, как у вас автомобиль сбил пешехода и там скрылся, да, вам предстоит очень много часов ожидания и разбирательств. Если такой разнарядки нет, то инспектор ГИБДД не имеет права вас задерживать вообще там на период более 15 минут. Поэтому знайте свои права, умейте их защитить и в первую очередь не волнуйтесь. Вот так вот и зарезюмировали. Давайте еще коротко скажем о том, что еще раз делать, если на дороге остановились сотрудники ДПС, если произошла авария и как нужно себя вести. Ну, если вас остановил инспектор ГИБДД, четко следуйте всем своим обязанностям, предписанным правилами, передайте ему документы, спросите, в чем причина остановки, но спокойным и уравновешенным тоном, выполняйте указания инспектора, которые соответствуют требованиям закона. Если вам что-то не нравится, начинайте фото-видеосъемку, предупредив об этом инспектора и указав на причину, по которой вы эту фото-видеосъемку начали вести. Если произошло ДТП, то успокойтесь, произведите, опять же, фиксацию всех необходимых обстоятельств, следов торможения, разлета осколков, взаимного расположения транспортных средств. Выясните, признает ли второй участник свою вину и зафиксируйте все эти обстоятельства согласно пункту 261, либо самостоятельно на месте, либо, значит, посредством оформления без участия ГИБДД, то есть через Европротокол. И в любой ситуации, ну, это общий совет ко всем автомобилистам. Не волнуйтесь. И еще один, перечитайте правила дорожного движения. Мы, 97% автомобилистов, которых мы опрашивали, читали последний раз правила дорожного движения, когда сдавали на права, это происходило много лет назад. Поэтому перечитайте правила дорожного движения, это залог вашей безопасности, ну и жизни и здоровья. Ну и, конечно же, планируйте путешествие свое заранее. Спасибо вам большое. В гостях у нас был руководитель общественной организации Центр помощи автомобилистам Сергей Козин. Далее информация.